Мы продолжаем наши опыты с магическим шаром. Давайте посмотрим на разряды, которые горят внутри него. Тлеющий разряд на обеих поверхностях горит розовым цветом, а тонкие нити, соединяющие поверхности, светятся голубым. Если приглядеться внимательно, то видно, что нити возникают в нижней части шара, движутся вверх и исчезают наверху. Дело в том, что газ внутри нити прогрет, и он всплывает вверх по закону Архимеда. Если перевернуть шар, нити по-прежнему всплывают вверх. Поднесем к шару руку. Светящаяся нить, направленная в сторону руки, утолщается и становится ярко-синей, а внутренняя поверхность шара под отпечатками пальцев начинает светиться и делается теплой. Можно подумать, что из шара на руку течет электрический ток. Но как электрические заряды проходят через стекло, если оно является изолятором? Для контроля наденем на руку резиновую перчатку. Эффект сохранился. А ведь через резину ток точно не течет. Поднесем к шару пластиковую бутылочку с водой. Свечение сохраняется, как и в опыте с рукой. А вот если в бутылочку налито подсолнечное масло, ничего интересного не происходит. Когда мы подносим к шару проводник, на его поверхности со стороны шара наводятся заряды противоположного знака. В результате электрическое поле между центральным электродом и проводником увеличивается, и разряд в газе в этом направлении усиливается. Когда заряд на центральном электроде меняет знак, заряды на проводнике тоже меняются местами, и поле снова усиливается. Наличие небольшого воздушного промежутка или тонкой резиновой прокладки ничего не меняет. Ведь электрическое поле распространяется во всем пространстве вокруг шара и вызывает перераспределение зарядов на помещенных в это пространство проводящих телах. Поднесем к шару стальную иголку. Напротив острия появляется красное пятнышко и начинает пахнуть озоном. Этот запах означает, что на стрие иглы возник коронный разряд. Но он такой слабый, что мы его не видим. Чтобы усилить разряд, положим на шар шапочку из фольги. Между иглой и фольгой загорается искровой разряд, не очень сильный, но все-таки заметный. Заряд центрального электрода наводит на внутренние и внешние поверхности фольги заряды противоположных знаков. На иголке тоже индуцируется заряд, и электрическое поле вблизи ее конца усиливается. Когда происходит пробой, заряды со всей внешней поверхности фольги стекают на иголку, поэтому разрядный ток оказывается весьма заметным. При смене знака заряда на центральном электроде индуцированные заряды меняют знак, и пробой происходит снова. Мы многое сумели понять и объяснить, но многое все еще остается непонятным. И прежде всего, почему разряд внутри шара идет вдоль нитей? И почему эти нити отталкиваются друг от друга? Так что здесь есть еще над чем размышлять и экспериментировать.